Санкционное противостояние на этой неделе только усилилось. Взаимное запугивание экономическими последствиями этой странной игры «Кто кого» приобретает всё более изощрённые формы. Но варианты обхода этих самых санкций тоже удивляют своим разнообразием. Один из примеров такой смекалки большого бизнеса на этой неделе продемонстрировали в Нижегородской области. Причём выгоду от этой маленькой, но вполне легальной хитрости за большие деньги получат и норвежцы, которые официально-то присоединились к санкциям против России, и нижегородцы, которые, по мнению европейского руководства, вроде бы должны от этих санкций страдать. Антон Ганин выяснил, почему именно Ватский район Нижегородской области стал камнем преткновения на пути европейских санкций. Датчанин Андрей Якобсен работает со свиньями уже более 20 лет, сразу после окончания учёбы. За это время компания, в которой является вице-президентом, освоила европейский рынок и в 2005-м начинает использовать накопленный опыт в России, в Калининграде, до которой рукой подать. А это Ватский район, где Европой даже не пахнет. Типичная глубинка. Ещё вчера никто и предположить не мог, что кто-то захочет вложить сюда почти 2 миллиарда рублей. И во что? В свиноводство. Но европейцы не то чтобы не боятся, уверены в том, что инвестиции оправдаются, а не подложат им самим свинью. У нас есть большой опыт в этом бизнесе, который мы нарабатывали в течение многих лет в Западной Европе. Именно там мы и начали наше дело. Ещё одна важная составляющая – менеджмент. У нас есть свой подход, который позволяет контролировать каждый этап производства. Всё это вместе и есть наш ключ к успеху. Вместо хрюканье на площадке раздаются звуки моторов строительной техники. Территория будущего свинокомплекса – более 70 гектаров. Это не деревенский свинарник, а практически целый город, где для свиней создадут вполне человеческие условия. Это репродуктор, в котором будут жить свиноматки и приносить потомство. Что-то вроде роддома, только не обычного, а частного. Для каждого животного отдельные вольеры, даже есть площадка для знакомств с будущими женихами. Абсолютно всё оборудование привезено из-за рубежа. Побывать здесь во второй раз, скорее всего, не получится. Как только сюда привезут первых постояльцев, репродуктор закроют на карантин. Не пустят даже в белых халатах. Безопасность животных, а следовательнее всего бизнеса для иностранцев на первом месте. Не дай бог, кто-то занесет инфекцию. Поросята переходят на площадку дороживания. После... здесь будут поросяты расти до 30 килограмм. И после 30 килограмм они проходят на площадку откорма. Откорма они будут расти до 105-106 килограмм. Ещё одна очень важная для окружающей среды деталь. Здесь не будет навозных куч, как возле деревенского свинарника. Все отходы отправят по трубопроводу в европейское ноу-хаус, специальные лагуны, где их разделят на фракции и обеззаразят. Конечный пункт назначения собственные поля, где будут выращивать корм для животных. Такого нет ни в одном хозяйстве средней российской полосы. В соседних деревнях свиней держат по старинке. Возможно, пока. Ведь работать на европейцев будут местные жители. В руководстве уверены, было бы желание зарабатывать, остальное компания берёт на себя. Для нас самое главное привлечь тех людей, которые действительно хотят работать. Обучить для нас это не проблема. Мы практикуем обучение на месте, даём теоретические и практические знания. На наш взгляд эта система работает лучше, чем проводить экскурсии на других предприятиях. Ведь каждое производство по-своему уникально. Контроль за качеством после открытия будет осуществлять команда топ-менеджеров, в том числе иностранных. Первую партию свиней сюда завезут в начале января. К этому времени планируют достроить репродуктор. Расчётная мощность предприятия 100 тысяч голов. Выход предприятия на полную мощность сможет на четверть перекрыть потребности регионов свинини. Впрочем, и на этом работа не заканчивается. Если всё пойдёт хорошо, иностранцы готовы продвигать европейский подход к этому бизнесу в других районах области.